Ровно неделя остается до самого крайнего срока сдачи улицы Псковская, за реконструкцией которой мы ведем наблюдение уже почти два месяца. Подрядчик убежден, на этот раз переносить даты не придется. Движение уже открыто и для автомобилистов, и для пешеходов. Остались детали. Какие, расскажет Анна Окладникова. Который раз мы пытаемся дозвониться до подрядчика, но все наши попытки безуспешные. На знакомый нам номер телефона по-прежнему никто не отвечает. Ну а на объекте ни души. Так мы сначала и думали, ведь кажется, с прошлой съемки каких-то очевидных изменений на объекте не произошло. Однако сегодня несколько рабочих снова заступили на свой трудовой пост. Задачи, поставленные им свыше, работники комментировать не стали. И только водитель «Газели» Петр Анатольевич, который и привез сюда людей и материалы, поразил своими познаниями в области строительства. Будут, наверное, строить, работать, до конца доделать укрепления моста, насыпи. А что это за сетки такие? Это матрасы для укрепления, чтобы грунт не полз внизу, где вода будет. Хоть работы по укреплению еще не начаты, процесс этот недолгий. Примерно за полторы недели должны закончить. Но, как мы все понимаем, это ориентировочный срок. Петр Анатольевич хоть и разбирается в дорогах, но строить их не его конек. Хотя прораб, до которого мы смогли дозвониться, подтвердил слова водителя. С сегодняшнего дня мы начинаем работать по завершению объекта. В принципе, эта самопроизводитель часть выполнена, значит, тротуары выполнены. Остались там где знаки доставить. И, значит, маты довязать. Ну, и полемьерки там, подключение к анонетке. Как бы вот это основные работы. Я думаю, что числа 20-го мы должны закончить. Ранее на заседании правительства области было объявлено. Крайний срок, в который нужно отчитаться федеральному Минстрою о завершении реконструкции улицы Псковская, как раз 20 января. Анна Кланникова, Олег Федоров. Новости. Новгородское областное телевидение.